Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Новый велотрэк и бассейн построят в столице региона. Рокировки в Самарском большом хоккее. Причины и последствия. Хоккейный декабрь в Самаре начался с больших перемен. Пост главного тренера ЦСКА ВВС покинул Владимир Шиханов. Он три года руководил командой. Через несколько дней его уже увидели на тренерском мостике Тольяттинской ладьи. Четыре игры первенства высшей хоккейной лиги военными летчиками руководил Павел Десятков. Тренерские рокировки объяснил президент клуба. Стряхнуть команду после того, как с трех выездов команда привозит по 4, максимум 5 очков. Совместно с руководством Министерства спорта, руководством хоккейного клуба ЦСКА ВВС будет принято решение о дальнейшей судьбе хоккейного клуба, о дальнейших путях развития. Сергей Сошников – новый главный тренер военных летчиков. В хоккей человек не случайный. Прошел спортивную школу от игрока до директора клуба «Белые тигры» из Оренбурга. За плечами высшая школа тренеров. Практикует силовой и атакующий хоккей. Мы должны представлять Самару город-миллионник и больше населения в чемпионате ВХЛ. За это будем биться, к этому будем идти, чтобы не только по финансовой составляющей завоевать право. Это гораздо проще делается. Ну и по спортивному принципу быть достойными представлять главный город региона, высшие лиги. ЦСКА ВВС ждет глобальная перезагрузка. Как клуб поменяет юридический статус, появится стабильное финансирование. От игрового балласта команда избавляется. Расположение уже покинули четыре спортсмена. Руководство пытается вернуть самарских высококлассных хоккеистов. Домашняя арена «Ледовый дворец спорта» ждет реконструкции. В городе должны появиться дополнительно еще две хоккейные школы. Только тогда команда мастеров ЦСКА ВВС может уверенно выступать в чемпионате ВХЛ. Спорт-площадка для чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре не ограничится только ультрасовременным стадионом, который, по мнению экспертов, станет самым красивым, комфортным и практичным в стране. В будущем рядом с ним построят «Ледовый дворец спорта», «Дворец водных видов спорта» и «Крытый велотрек». Как говорится, в столице региона появится мощный и современнейший спортивный кластер. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова